Это у тебя бе- С помощью трясутся руки. Ну вот мы и здесь, в убежище 101. В уюте и безопасности. Но не в тепле. Здесь так холодно. Еще холоднее без Кэтрин. О, Кэтрин, если бы ты только была со мной, как я справлюсь без тебя? Да, жить в этой дыре под землей. Растить нашего ребенка. Ну вот такова теперь наша жизнь. Значит, буду привыкать. Смотритель, который здесь всем заправляет, тиран и самодур. Но бывают и хуже. Ну вот, а у нас есть в т bлоу? Ну вот, может быть, он не так? Продолжение следует... 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 — Как скажешь, солнышко. Я тут родилась, как и мой папа. Какое-то время мы с ним вместе раскапывали добро в завалах, а потом водили караваны. Но шляться по пустоши — это хорошо для молодых. И когда я встретила Натана, мне захотелось осесть на одном месте. С тех пор мы тут и живем. Хотя, конечно, не могу сказать, что на мозгах Натана это хорошо сказалось. Если захочешь узнать что-то еще, возвращайся в любое время. Меня сейчас только одно беспокоит. Чем занят мой полоумный супруг? Он слоняется тут днями и ночами, проповедует про анклав и пытается раздобыть детали для своих ружей. Даже не знаю, кто из нас больше спятил — он или я. В конце-то концов я за него замуж вышла. Было здорово. Привет, я Мэгги. Я живу с Билли. Билли Крилл, ты его знаешь? Он мне не отец и вообще не родственник. Но он обо мне заботится. Ладно, мне пора. Пока. Ну, в полу нашего дома Билли устроил сейф. Он там всякие классные вещи держит. Мне не велено говорить. Но если хочешь посмотреть, комбинация — 15, 16, 23, 42. Только ты все верни на место, если возьмешь что-то поиграть, а то мне попадет. Билли, вы знакомы с Билли? С Билли Криллом. Давным-давно он спас меня от рейдеров. Они убили моих настоящих родителей. Но Билли пришел раньше, чем они успели меня найти. И теперь он мне как папа. Ну, вроде того. Пока, мистер. Да? Чего ты хочешь? Ну, давай, железяка поганая. Каждый чертов день одно и то же. Говорю же, Харри, это не приемник. Частоту анклава отлично берет. Это новости галактики. Сигнал у них в последнее время просто никакой. Ну, давай, лови. Работай. Ну же, работай. Дурацкий приемник. Что? Это что? Проклятие. Закончай, Харри. Ничего ты не поймаешь. Смотреть можно бесплатно. Остальное за деньги. Да что тебе нужно? Что-то ищешь? Смотреть можно бесплатно. Просто хочешь, чтобы тебе задницу надрали. Харри, привет. Не надо на меня так смотреть. Что там такое? Харри, ты погляди на себя. Вот уж давненько мне не доводилось видеть этих комбинезонов из убежища. И в таком отличном состоянии, кстати. Меня звать Билли Крилл. Можно просто Билли. Ага. Да, мегатонна больше похожа на могильник, чем на город. Но тут не так уж плохо. Взять хоть меня и Мэгги, к примеру. У нас все хорошо. Я продаю все, что удается добыть, а она следит, чтобы я не сошел с пути истинного. Хе-хе-хе. О, прости, я, кажется, заболтался, да? Мэгги девять лет, она самая прекрасная девочка на свете. Мы друг о друге заботимся. У меня никогда не было дочери, но Мэгги мне как родная. Я взял ее к себе, когда ее родители убили рейдеры. Два года тому назад. Дело было скверное. Маленькое поселение к северу отсюда. Я заехал туда поторговать всяким утилем и увидел кругом разруху. Я нашел Мэгги. Она опряталась под кроватью в той самой комнате, где зарезали ее родителей. С тех пор мы вместе. Я провел слишком много времени там, снаружи, но не собираюсь об этом разговаривать. Я? Я веду дела с караванщиками. Я раньше ходил с ними, поэтому мне дают неплохие скидки. Так город получает все необходимое. А что еще важнее, я забочусь о Мэгги. Правда, она уже взрослеет, и ей не нужен постоянный присмотр. Покедова! Чем дело? Впервые видишь гуля? Колин Мариарти к вашим услугам. Добро пожаловать к Мариарти. Мой салон, мой дом, мой маленький рай в этой чертовой дыре. Любой каприз за твоей крышки. Садись и устраивайся поудобнее. Все твои проблемы остались в прошлом. О, Боже! Это ты! Как вырос наш маленький мальчик! Настырный маленький поганец, да? И тогда, и сдается мне теперь. Прошло много времени, малыш. О, да. Твой папаша проходил мимо. Был, да сплыл. Получил то, зачем он приходил, и ушел. Ты, как я понимаю, сделаешь то же самое, верно? Ты мне нравишься. Поэтому я буду с тобой откровенен. Твой отец был здесь, а теперь его здесь нет. И, да, я знаю, куда он ушел. Но ты о чем-то меня просишь, это информация. А информация — это товар. Ну, скажем, сто крышек и адрес папочки твой. Не такая уж высокая цена. Виновен, признаю. Знаешь что? Пожалуй, я помогу тебе. Ради старых добрых времен. Если у тебя нет крышек, чтобы заплатить за информацию, то ты можешь просто оказать мне небольшую услугу. Кто что-то говорил про грязную работу? Тебе нужны крышечки. Я даю тебе способ их заработать. Обычный бизнес, вот и все. Эта стерва Сильвера взяла у меня в долг кругленькую сумму. Говорила, что будет поставлять мне винт и психу по хорошей цене. Проблема в том, что она слиняла с добром. Я села в Спрингвейле, чтобы там ширяться без забот. Выбей из нее должок, и он твой. В смысле, твой взнос за мою помощь. Новости галактики — это сборище трепачей, которые засели где-то в руинах Вашингтона. Главный там у них некий псих по имени Тридагнайт, который вечно зудит про какую-то светлую сторону. Полный чушь. Но, пожалуй, если хочешь знать, что происходит на пустошах, это к ним. Мне на все это наплевать. На этом давай прощаться. Эй, гладкая морда! Тебе что-нибудь нужно? Может, выпить? Хоть что-нибудь? Ну, хоть что-то! Погоди. Ты меня не ударишь? Не станешь на меня орать? Даже не обзарешь? Ну и ну, вот так сюрприз. Я привык, что в этом городе любой глоткоморды об меня ноги вытирает. Только потому, что я похож на труп. Приятно видеть, что остались еще на свете и приличные люди. Послушай, Мариарти с меня шкуру сдерет, если узнает, что я продаю что-то со скидкой. Но ради тебя я готов рискнуть. О, да. Такого типа я помню. Если честно, обычно я не высовываюсь. Только клиенту в глаза глянешь, сразу по морде. Но поговори с Мариарти, он больше знает. Он такой. Для него крышки важнее людей. Надеюсь, настанет день, когда кто-нибудь его проучит. Ой, не стоило мне это говорить. Прошу прощения, мне пора работать. Это не мое дело. Мне очень жаль. Есть такое место. Подземелье. Подземный город Гулии в Вашингтоне. Я ушел оттуда на поиски богатства и приключений. Ну, и оказался здесь. Тут я застрял. Колин не отпустит меня, пока я не выплачу ему долг. Понятное дело, за еду и крышу над головой я ему тоже плачу. Если когда-нибудь окажешься в подземелье, передавай Кэрол от меня привет. Мистер Мориарти говорит, что можно ее не переключать. Это хорошая волна. Мне нравится слушать того диджея Тридагнайта и его рассказы про светлую сторону. Ах, как бы я хотел быть вместе с ними, а не торчать в этой дыре. Не бей меня. Эй, привет. Да, такого я помню. Он говорил с Мориарти, сложно забыть такого красавчика. Да, это вполне в духе Колина. Он торгует информацией в таком количестве, что выпивка, наверное, просто хобби. С Харри, что ли? Если не обращать внимания на его внешность, то он просто душка. Но Колин его гоняет в хвост и в гриву. Он редко говорит об этом, но похоже, что где-то в Вашингтоне есть целый город гулей. Он пару раз упоминал свою мать, но в остальном из него слова не вытянешь. Он здесь уже, наверное, лет 15. С тех пор, как Мориарти выкупил его у работорговцев. С Харри? Ну, он хороший, и я знаю, что он не прочь, но просто не то, чтобы я была такой переборчивой. Ну, то есть я шлюха, так что мне не выбирать. Но это чересчур даже для меня. Например, мужики, которые по консистенции мягче меня. Он со всеми так себя ведет. Правда, Харри приходится похуже всех. Наверное, потому что он не такой, как мы. Да запросто, детка. А чего бы тебе хотелось? Ты просто снимаешь комнату. Неважно, будешь ты там спать или нет. Мне наплевать. Мне все равно заплатят. Ты спрашиваешь, почему Харри лупит по приемнику? Здесь на пустошах всего две радиостанции. Есть чистота анклава. Не знаю, кто они. И думаю, что это еще довоенная пленка, которую просто по кругу гоняют. А есть станция новости галактики. Это некий три догнает откуда-то из Вашингтона. Но какое-то время назад сигнал пропал. Ты серьезно? А, должно быть, ты с того убежищем. Ну да. Это единственная свободная радиостанция на пустошах. Заправляет на ней некий три догнает. И он чуть ли не единственный, кому тут не все равно. Все время говорит о светлой стране, о помощи беспомощным и о всем таком. Лучше, чем тот мусор, который гонят по другой станции. Береги себя, дорогуша. Путешествуем, а? Я тебя не помню. Недавно в городе, да? Надеюсь, что под заняться чем-нибудь ты имеешь в виду работу. Иначе тебе к нове. Мне нужен кто-нибудь, чтобы доставить письмо. Возьмешься? Честно говоря, сейчас у меня нет крышек. Я потратила все, что было, на хибару в этом городе. Но если ты сделаешь мне одолжение и поможешь, уверена, что мой отец тебе заплатит. Что скажешь? Отлично. Пожалуйста, отнеси это письмо моим родным в поселок Арефу. Я не получал от них вестей несколько месяцев. Я беспокоюсь. Когда доберешься туда, спроси Дэвиса Веста. Он с радостью заплатит тебе. Конечно, с удовольствием. Ты ведь оказываешь мне большую услугу. Арефу находится к северо-западу от Мегатонны, на Старом мосту через Потамак. Иди вдоль того, что осталось от реки. Не пропустишь. Нет, не то чтобы... Может, просто письма не доходят. Я буду очень признательна, если ты поможешь. Ну, смотри, там живет Эван Кинг. Он что-то вроде местного шерифа. Потом мои родные, семья Юэрс и одинокая дама по имени Карен Скэнзи. Ну, кроме тварей с пустошей, работорговцев, рейдеров и случайных мин? Нет, в остальном там совершенно безопасно. Если бы это было легко, я бы пошла сама. Ладно. Слушай, еще раз спасибо за помощь. Это много значит для меня. Эй! Мне охота пить, а не болтать. Продолжение следует... Продолжение следует...